Ровно на один день площадь Южного Мола превратилась в большую футбольную площадку под эмблемой «Зенита». Разнообразные антракционы, футбольный фристайл, уроки от профессиональных футболистов, розыгрыши призов, автографы известных игроков и даже чемпионат по кикеру. Питерская футбольная академия организовала совместно с «Газпромбанком». Главная задача фестиваля – найти талантливых юных спортсменов. Мы выбираем пять человек, те ребята, которые поедут в осенние каникулы и примут участие в тренировках вместе с тренерами Академии футбольного клуба «Зенит». Здесь, в Дагомысе, пройдут тренировочные сборы. Ребята разного возраста, разного уровня, поэтому на самом деле это очень сложно. Кто-то занимается футболом уже давно, кто-то вообще играет только во дворе, кто-то приходит и только здесь, может быть, первый раз играет в футбол. В роли игроков мог выступить абсолютно каждый болельщик, вне зависимости от возраста и характера владения мячом. Десятилетний Алексей Кузьмин занимается этим видом спорта только год, зато уже планы грандиозные. Я хочу, конечно, записаться в клуб «Зенит», и мне очень хочется увидеть настоящих футболистов «Зенита». Я буду, конечно, вырываться в число, которые будут попадать в отбор, но мне это ничто не помешает, никто не помешает этому. Перспективных игроков на специально возведенное футбольное поле выходило довольно много. Некоторые ловко проводили мяч, кто-то даже забивал гол тренеру «Зенита». Такие показатели отмечают в Департаменте физкультуры и спорта администрации Сочи, связанной с предстоящими турнирами. Город готовится к Кубку Конфедерации и Чемпионату мира по футболу. Интерес к этому виду спорта растет с каждым днем. Уже более тысячи детей занимаются футболом. Более десяти тысяч интересуются футболом жителей города Сочи. Понятны причины. Мы со своей стороны делаем все, чтобы каждый праздник такого рода был самым лучшим в России. Футбольные лагеря в Сочи уже организовывали Барселона и Ювентус. Академия клуба «Зенит» стала первой среди российских клубов. По итогам визита «Зенита» в шести городах России будут отобраны 30 сильнейших ребят. Причем проезд, проживание, культурно-развлекательная программа и, конечно же, обучение ключевым футбольным навыкам им будут предоставлены бесплатно. Марафон Академии популярного футбольного клуба страны стартовал 1 июня в Саратове. Сочи – второй город по счету, где проходит большой фестиваль футбола. Уже через месяц тренеры «Зенита» проведут такое же мероприятие в Калининграде. А после отбор юных футболистов будет проходить в Петербурге и Омске. Завершится марафон 20 августа в Екатеринбурге.